Здравствуйте, дорогие зрители! Ну, сегодня у нас куча всяких событий, поэтому решили мы это дело рассортировать. Значит, начнем с приятных событий, плавно перейдем к неприятным. Ну, как всегда. Ну, да. Сначала хорошие новости, потом плохие. Ну, потом похуже, да. Ну, да, первая новость у нас такая. У нас Валентина Ланус и Ариадни Диас так и живут. Это хорошая новость или плохая новость? Ну, она, ну, типа она хорошая, потому что, видишь, они познакомились на сериале, который называлась очень оригинально «Толстая любовь». Это ремень моей прекрасной толстушкой, венесуэльской, sorry. И, в общем, начали после этого встречаться в реальной жизни. Очень долго Валентину кричал «не-не-не», мы чисто вот конкретно только дружим. То есть уже перестали они скрываться, и, в общем, вот, пожалуйста. Телекушник. Телекушник. Да, Телекушник. Ну, пора ему уже, мужичок-то уже за 40, так хорошо ему. Господи, пенсионер почти. Вот, а девчонка молоденькая, симпатичная. Да, приятная девочка. Очень приятная девочка, по характеру хорошая. Не звезда такая, знаешь, вся из себя. Вот она, кстати, должна была в море любви играть. Вот, лучше бы она играла. Вот выбрали Зурию Вегу, блин, ну ладно, бог с ней. Ну, ничего. Вот. Так что, советуем да любовь. Ага, большой-большой совет, большая любовь. Большая любовь. Ну, насчет большой любовь. А, у нас тут Джейло большую любовь делает. Да очень дорогой любовь. Поэтому ее козлику исполнилось в 15 лет. Ага. Они тут праздновали. Значит, она ему машинку подарила. Что вы говорите? Опять очередную? Да, мальчики любят машинки. А, ну да, ну да. Вот. И, в общем, она говорит, ой, я увидела, как он на эту машину смотрит. Я подумала, что ему, наверное, хочется. Ну, я взяла ему купила. Ну, купила, молодец. Ты считаешь, что она ребеночка усыновила, что третий сынуля у нее. Ну, типа. Ну, вообще, короче говоря, тут очень интересные такие вещи. Пошли слухи, что Марк Энтони хочет к ней вернуться. Ага. Она ему сказала, нет, я типа того с марта так влюблена, так влюблена, что я останусь с ним. Ну, и Маркуша, обидевшись, и заявил, значит, во всеуслышание, что все, он просит у нее официального развода. Ага. И вот, когда она это узнала, она как раз была на передаче «Американский идол», да, и сказали, вот буквально вот секунду назад, она выходит на сцену, улыбается. Оскалилась она, а не улыбается. Это называется… Отпустим, наконец-то. Это называется «Она оскалилась». Посмотри на эту улыбку, господи. Слушай, ну лицо держит, да, хотя глаза очень, как бы не очень поулыбаются сильно. Я бы не сказала, что там улыбка, там натуральный вот такой американский вариант. Хоть мне по голове, а я улыбку делаю. Дело-то в том, что самое интересное не в этом, а самое интересное в том, что он ей выкинул требование, он сказал, значит, так, развод, девичья фамилия, оплачивать расходы на адвоката не буду и требую опеки на детей. Все. Ух ты, молодец, Маркуша, настоящий мужчина! Обыженный во всех этих. Ну что она, за молодого любовничка-то замуж не бежит? Не, она не хочет. Она ее спросили, она сказала, нет, я об этом не думаю. Ну, слушай, ну хоть здесь мозгов хватило, не бабу. Ну да, не все в нижнем поясе славилось. Да. А тут ведь, знаешь, недавно был интересный момент. Она выкупила часть пляжа за несколько миллионов долларов, для того, чтобы вот всей хеброй, как говорится, пойти туда погулять. Там смарт, дети, команда, все танцоры, куда они там, значит, развлекались. Ну, короче, девушки есть, куда деньги потратить. А представь себе, она за него замуж ведет. А развод? А? Тю, блин. А потом законом ему, оно ему надо, оно ей надо. Не-а, явно не надо. Денег ее, видно, много. Денег много, и так хорошо. Ну, да нет. Она за себя очередную игрушку, развлекается со всех сил. Эй, хорошо. Эй, 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 Адира замуж таки вышла. Да, 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 вышла за своего адвоката с говорящей фамилией Каято. Кая, Кая, Кая ты. Кая, Кая, я кому сказал, заткнись. Ага, молчать. Ой, какая жуткая фотография. Чего они так оскалились оба, господи. Ну, так радуются. А, это радость называется? Понятно. Что-то я у нее на личке радость не вижу, а вот такой жуткий оскал совершенно, вот это видно, да. Зато он доволен как откислон. И габариты у него, кстати, слоновье тоже. Ну, вот, знаешь, ее что-то тоже маленькое внесло, как бы. Хотя женщина, конечно, красивая, ничего не могу сказать, но она была такая красавица. Так, делайте вдох и вспоминайте, что ей не 20 лет. Ну, да, в общем, да. Это я молчу. Но тут дело как бы не в этом даже. Даже не в том, что там на свадьбе, естественно, как всегда, все сливки общества и все такое прочее. Не в этом дело. А дело в том, что сразу после свадьбы появилась статья разгромная. Ой, ой. И там, короче говоря, про этого адвоката, про этого хуя, хуя накаята. Фу, как это сильно. Про него пишут, что он адвокат мафии, что он связан теснейшим образом с наркотрафиком, что все наркобароны его клиентура. И что вся эта тусовка, значит, вот эта вот актерская, она там вся наполовину, наполовину, в общем, мафиозная. Мафиозная, да. И в частности, значит, Нинель Кондо через своего мужика, этого Хуана Сипедо. И почему его в Штаты не пускают? Потому что он как бы замазан с наркоматией. Ну, такое ясно, что замазан. Это же они же мексиканцы. Мексика и наркомафия рядышком. Ну вот, значит, Хайми Камил, его отец, он был секретарем одного из наркобаронов, а потом, в общем, там какие-то были очень интересные бизнес дела. И Хайми, который, в принципе, как бы, ну, между нами, девушками говоря, ни таланта, ни голоса, ничего суббота нет. Нифига у него нет, он как-то пришиблен, да еще и страшно стал в последнее время. А ты видела, какой, ой, я сделаю специально совершенно программу про то, какие они были, какие они стали. А, вот, сделай, сделай, интересно будет. Вот, там, потому что у Хайми, у него же пластики было море, он такой был страшный. Я же сказала, что пластика ему шибкая помогла. Ну, в последнее, с тем, чего он был, он сейчас просто, знаешь, это, Олен Делон. А, ну, ну, что не оскорблять моего любимого Делона? Ну, это Олен Делон, который пьет одеколон. А, понятно, кто-то в мешке под глазами. Да, да, да. Ну, и, короче говоря, он, очень, через свою папашку, в общем, попал на телевизор и там всячески играет. Ну, понятно теперь, как они пролазят на телевидение, господи боже мой. Вот, Алисия Мачадо тоже засветилась в связи с одним из мафиози. Господи. Потому что девушка-то тоже, прямо скажем, талантом особо не блещет, с террозностью дотягает, а вот с талантом... А что, Джеки Бракамонтес тоже? Джеки Бракамонтес нет. А, она просто случайно попала. И этот, как его, с большой мордой, господи, каждый раз забываю. Это вот Салина, Джеки со своим ужином, Санта-Марина. Вот Санта-Марина, да. Ой, не морда, господи, прости. Ну... Самая выдающаяся его часть. Ладно, поехали дальше. Ага. Ну вот, тут у нас, короче говоря, теперь Майти Перони. Чего с ней? Ну, с ней ничего, с женихом чего. Короче, нашла какая-то феха, модель. Ссора его обвинила в том, что он, короче говоря, над ним надругался, от которого она родила ребенка. Ага. Она в Твиттере, значит, она очень долго рассказывала, что она всем, всем расскажет, кто он такой, как его зовут и какая он сволочь. Сиволочь! Да, последнее, что он должен, в общем, ей платить пожизненно, ребенка ее признать и все такое прочее. Ну, этот самый мужик-то возмутился и говорит, что запридумала. Кто такая, я ее не знаю. Ну, по пьяни было случайно один раз. Короче, были какие-то контакты, скорее всего. Ну, наверное, что-то было, раз уже так на него потекло. Ну, ладно, в конце концов, существует генетический анализ. Чего он беспокоится-то? Ну, дело-то в том, что, понимаешь, зачем ему этот нужен генетический анализ, если он, значит, никому этого не делал. Ну, для очистки совести можно. Ну, мы это тоже... Тем более хорошо, что я сиди делал. Ну, дура-дура, и, значит, привозиться к славе хочет, и все. Ну, дуракам закон не песен. Сама понимаешь, может поиметь та, которая обвинила зря. Ну, вот так... Надо поглядеть. Она может получить. Вот она, конечно, на того. Вполне возможно, что рассчитывала на скандал, рассчитывала, что скажет, вы только замолчи, мы тебе заплатим. Ну, да, все может быть. Ой, я смотрю, тут бедная Адамарь крупные неприятности. Господи, что же ей так-то? За что ей так-то? Ну, вот ей невезуха прямо. Значит, сначала получилось так, что ее родители были ограблены. Там вынесли все подчистую. Деньги, драгоценности, документы забрали. Представляешь, что? То есть, забрались в их отсутствие в дом и обчистили. Ну, скажи мне, а документы зачем? А, кто их знает? Может, зовутку, мало ли что. А, ну да. Да такие вещи делаются. Страна дедушка. А, потом вот вместо них в банк ходить и деньги забирать. Тоже возможно. Да, она похожа на свою мамочку. Вот, а тут же с мамой проблема, у мамы рак. О, господи. Вот, ну и, в общем, бедная девушка, конечно, в жутком трансе, потому что она, конечно, в жутком трансе, потому что она, конечно, в жутком трансе. Я думаю, слава, сколько навалилась. Да. Ну, вот, а потом статья появилась, что все подтверждено, Адамарь расстается с Тони Костой, со своим испанским этим вот танцором, с которым она на танцах со звездами танцевала. Ну да. Вот. Она говорит, нет, 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 это они просто так вот временно расстаются, потому что он видит в Испании, а она пока тут. Ага. Я думаю, сложная тревога. Ребята, выдохните. Ага, не нервничайте. Не нервничайте. Ну, парничка, конечно, молодец. Парничка, конечно, карьерочку делает. Ну да, парень за ее счет поднимется, а потом скажет, извини, я тебя больше не люблю. Да, да, да. Вот. Ну, он тут, значит, с Уильямом нашим... С Уильямой Левьей. С Уильямой Леви, да. С Уильямой Леви, короче, он законтачил, потому что Улечка наша просил его консультацию по поводу танцев. Тони с ним занимался, 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 потом сказал, что, значит, работать еще не надо. Надо работать и много, и сильно. Сильно много. Да. Ну и правду сказал, честно скажем, да. В общем, завалили наша Улечка и его партнерша Черилл, завалили они рок-н-ролл. Ого, Господи. Я такие ролики посмотрела. Я тебе хочу сказать, что это не легче было сильное, потому что танцевали они танцевали, но сразу видно, что этот танец как бы не его. Он его не чувствует. Если в латинских танцах туда-сюда... Когда по его лицу, ему приходится очень тяжело в этот момент. Ты понимаешь, да. И, короче говоря, у них там не синхрон пошел. Но это она вопухнулась, она там сбилась с шага. А потом, когда они этот синхрон потеряли, где-то, ну, минуту, наверное, они там в разнобой, вообще-то, на голову, фрыкались. Вот. Потом он должен был ее на бедро, так, конечно-то, хоп. Ага, и уронил. Нет, слава богу. Но опустил, как-то, во-первых, он ее не сумел поднять, а во-вторых, он ее опустил как-то не очень хорошо. Ну, в общем, короче говоря, самое... Значит, это называется уронил. Не на пол, но уронил. Ну, ладно, пусть будет уронил, раз вам так легче. Но, с другой стороны, понимаешь, народ, конечно, был страшно недоволен. Я думаю. Получили самое меньшее количество баллов и чуть не вылетели из соревнований, и вот их спасли. Латиносы трудно проголосовали, их спасли. Но это не помогло. Пожалели свое чудо. Не помогло это. Не помогло, потому что наш любимый Леви подвернул лодыжку. О, Господи, как вовремя. Он ее вывернул и написал в свитере, что, ребята, жуть какая, короче, завтра меня везут на какие-то там эти рентгены и какую-то аппаратуру. Надеюсь, что все будет хорошо. Но на всякий случай вот так. И вообще, люблю я ставить машину на инвалидной стоянке. Да, это и есть такое дело. Вот он игнорирует, он может по-английски не читать, не знает. А, видимо, не умеет, да. Что-то там, знаешь, какая-то странная история, потому что там же видно, там же знак ясный. Ну, а может, он инвалид, морально, откуда мы знаем. И ставит законно. Ну, глянь на его физию, Господи, несчастный. Ой, мама, это на последней фотографии, но он точно инвалид. Что-то у него не то. Нефиг придираться к мужику, он законно ставится на инвалидную стоянку. Ну, ты понимаешь, что, короче говоря, у него с этим делом проблемы. Тут еще был же скандальчик, когда он пару раз спецмашины не пропустил. Там, типа, скорой помощи, что-то. Ну, что-то вот... А на каком основании он их пропускать будет? Они кто, а он кто? Он звезда. Во, все. Ой, моего Бандераса в Будапеште обворовали бедняжков. А что он лучше развесил, автографы стал раздавать? Обалдеться. Раз, шладился. А, шладился. Да приехал. Ага, ага, ага. Что он хотел в Будапеште? Ага. Он бы еще в Румынию поехал, вот было бы тоже хохма. Ну, он запросто... В Будапеште, я думаю, мы не только бы камеру ввели, вообще бы раздели голом по улице. Растаскали бы одежду на сувениры. Не, не просто на сувениры. А ты знаешь, там, где бумажник вырезали бы отдельно. А, ну это да. Короче, мужик, конечно, расстроенный был, ну что делать? Вот прям в аэропорту его и обчистили. Да пойдет купить новое дело-то. Ну, все равно неприятно. Ну, ладно, господи. Мальчик, он не бедный. А я тоже думаю, ну все равно. Как злы, понимаешь, воспользовались любовью народной. Ай-яй, ай, как не стыдно. Гостеприимство не то проявили. Не стыдно. А что девушка-девушка? Девушка у нас шикарная. Генесис. Девушка у нас шикарная. Девушка пиарилась вообще на этих бедных мужиках, как могла. Ну, правильно. Если они на ней пиариться не могли, почему бы ей не воспользоваться? Она все-таки дочь своего отца четко знает, что делает. Нет, дело в том, что Маурисио уже в ее географии не первая. Она и Крису Мейеру также жизнь попортила. Развивала его с женой, потом все как бы и бросила. Нет, смотри. Вот Маурисио у нее как раз первая, а Крис это уже была напосля. Ну, я понимаю, да. К Крису она приступила, имеючи опыт за спиной. Ну, с Маурисио там вообще интересное дело было. Короче говоря, все было вполне хорошо. И Маурисио ушел в телевизы, нарушил контракт. Ой-я-я-я-я. Ему почему на телевизу хода нет? Он контракт нарушил, все, кранты. Из-за этой пленницы из этого сериала телемендовского. И потом, значит, там у них все было очень хорошо, все замечательно. И был момент, когда на каком-то празднике Маурисио с Хинесси куда-то там отошли. А через некоторое время Хинесси взбряхнулась в обморок. И ее папашка решил, что она беременна. Ого, Господи. Да, и выкатил Маурисио иск. Что, через пять минут уже, да? Нет, ну, через какое-то время, я не знаю, там месяц через два-три может быть. А, понятно. Нет. Ну, и, короче говоря, Тисус арестовали. Он несколько месяцев просидел в Тюреге. Ему уже конкретно предъявляли со вращением несовершеннолетних, сексуальной насилии и все такое прочее. А это, сама понимаешь, в Америке? Это Тюряга конкретная. Да, это Тюряга качественная. Вот. Он, естественно, все отрицал. А у него только что ребенок родился. Он женился не там. Ты представляешь, уши с какой-то? Повезло мужиком. Да, Телемунда выплатила около 10 миллионов долларов, точно сумма не называется, чтобы его оставили в покое. Он отделался общественными работами. Естественно, из новеллы он ушел, его порос подменил. Ну, естественно, ушли его. Да, и без работы он долго очень просидел. И, в общем, как бы и наркование, и пьянка, и чего-то не было. В общем, бедный мужик, конечно, эта девочка его подкосила. Это не девочка, это монстр. Она, извините, не девочка, она барракуда. Ну, да, акула. Теперь она, конечно, ничего, процветает. Она сейчас в Голливуде в каких-то рорках там снимается. Но вот понимаешь, что тут никакого не происходит. Будет явная анорексия. Ну, бог с ней. Когда совсем растанет, может, поумнеет. Ну, может. Дай бог. Какий мой любимый Сендель отлетелся. Зайка. Ой, как люблю я этого очкарика. Ой, прелесть моя. Ты понимаешь, вот когда начинает задавать вопросы, говоря, почему вот есть такие скандальные актеры, а вот с другими такого не бывает, я хочу сказать тысячу раз. Бывает. Усё бывает. Да. И не просто такие скандалы, о которых сплетни, а такие скандалы, которые полноценны. С полицией, со скорой помощью. Вот. Вот Серхио у нас как раз из этой серии, который, понимаешь, он всегда доводит сюда логического конца. Чтоб полиция приехала. Правильно. Чтоб эти швы наложили. Правильно. В очередной раз доказал своим фанатам, что он настоящий мужчина. Да, да, да. Потому что руки у него растут от них не из пятой точки. Откуда? Это точка, точно. Если, говорит, в морду дам, так уж, чтоб все видели. Ну да, а что скрывать от общественности? Ну да. Ну и всё. Короче говоря, он участвует... С удовольствием. Да. Он участвует в спектакле «Авантюреры». Они поехали с гастролями в Америку. В Майами они выступали. Публика чуть была недовольная. Публике чуть не нравилось. Короче, все завелись. Все тоже недовольные. Ну и, в общем, ему нужно было на сцену выходить. А танцоры как-то не очень шустрые. У него с дороги убрались. Ой, что вы говорите? Ну, он и побил этого парня. Мне прям, говорит, тормозить, когда тут Сэндель идёт. Да. А вот, уходи с дороги птицы, здесь с дороги уходи. Убери. Да. Он этого парня взял за шкварник. И в стенку его пару раз головкой так и приложил. Вызвали спору. Кровища плещет. Парень орёт. Публика в зале, так сказать, недоумение. Чем-то было несанкционировано. Да. Сэндель, говорит, сам виноват. И полицию вызвали. В общем, там было... Потом, правда, Сэндель извинился. Парень сказал, ну ладно, ладно, Серкин, с кем не бывает. Ага, ага. Я так думаю, что, может, он денежек на этом деле подзаработал. Ну, конечно, подзаработает. Ну, Серкин не в первый раз, так что всё нормально. В 2010 году его арестовали за пьянство за рулём. Он был даже в эскадр, когда его арестовывают. Он полицейский рядом тут, да? До этого он побил, как его актёра, этого, репортера. Да, Филипп Альварса. Да, до этого он подрался с другим репортером, а до этого он ещё с Сильвей Наварро чуть не навесил. Да. Тут, короче говоря, у него всегда всё очень интересно. Не мышина, а это, как его, живой ходячий скандал. Нормально. Ну, смотри, я тут смотрю, что Натя Орейра проявила свой глубокий ум и чувство. Ну, после того, как она назвала сына Мерлина Тауальпа, ну, публика, конечно, была в восторге в полном, и Натя обозлилась. Она сказала, ну, а что вы хотите делать? У моего сына имя элитное, не то, что он какой-нибудь Хасай. Элитное, да? Мерлин Атауальпа. Жуткое элитное имя, бедный ребёнок. Ну, вот, говорит, да, вы вот называете своих детей Хасай Кабутонцев и Зеленчиков. Хуанами и Хасами, а я, говорит, вот, буду называть его Мерлином, бедные нечестные дети. Вот, ну, и, короче говоря, народ ужасно возмущался, прессово-аргетинско тоже возмущалось, и, Натя, прислите, извиняться, мне сказал, ну, что, ребята, у меня у самой отец Хасей, я пошутила. Зеленщик, говорит он, да? Да, что бы, ну, пошутился. Ну, опять-таки, в каждой шутке есть доля истины. Нет, в каждой шутке есть доля шутки, всё остальное истина. Понимаешь, в чем дело? А она, видимо, глубоко стеснялась своего папашка. Папы Зеленщика, да? Ну, наверное. Всего из этого я такой вывод сделала. Ну, не всем же быть умницей. Ну, судя по тому, как она смылась в раннем детстве от родителей, и сама, по первому из всего, добиваться, да? Я бы стеснялась родителей. Да. Ну, бывает. Ну, а теперь у нас уже глобально... Только, что она не выросла из этого возраста до сих пор. Постарела уже. Ну, муньяка, браво, всё нормально. Назично. Ну, да, муньяка, браво, что с ним взять. Она так и осталась муньякой, бравой. Больше ничего толкового. Улыбкой. Лусиа Нендес опять получила повестку в суд. За что теперь? Везучая неисполнение контракта. Контракта с не? Контракта с антрепризой. О, господи. Вот, антрепризу, короче, она... Завалила? Ну, не то, что завалила. Короче, у нее там зрители не собирались. И мне так интересно это было. И она в сердцах сказала, что все, закрываем мы это дело, потому что народ не идет. Ну, и все. Ну, а если народ не идет, она права хрену потерять время? Она заключила контракт на определенное время. Изволь плясать. Даже если в зале никого нет. А, вот так? Да. Поэтому придется сейчас платить. Если суд, конечно, примет это решение. А в том, что он его примет, я не сомневаюсь. Ну, это ты не сомневаешься на опыте. Видя, что сделали с этим несчастным Рухелию Герра? Да, да, именно это я имею в виду. Потому что 10 лет назад он должен был сниматься на антитеке в трех новеллах. Снялся только в одной. Две остальные новелла как-то так не случились. Не по его мнению, в общем-то. А он еще сам отказался? Нет, он не отказался. Просто их не сняли, и все. Вот на что контракт был заключен. Он просто в них не поработал, поскольку их не было как таковы. Вот. А мы выплатили 28 миллионов песен. Ага. За это за все. Ну да, но за 3, за выплатили. И теперь Ацтека, через несколько лет уже, они уже несколько лет судятся, она отсудила у него назад эти 28 миллионов песен. То есть он должен 100% все вернуть. Даже за то, в чем он снялся. А это почему? А вот так. Он же снялся. А ну и что? Вот такое решение принял суд. Но второе решение, которое принял суд, это вообще, это сказка. Ему запретили пользоваться его фамилией. То есть теперь он будет Рухелио, неизвестно, как меня там зовут. Зараз. Это как это? У судья что перепил? Ну вот, да, у судьи, по-моему, точно там. Или перекурил чего-то. Короче, где он такой этот взял наркотик? Другим пусть подскажет. Короче, бедный Рухелио, сейчас будет Рухелио, нифига себе фамилия. Ну как так можно запретить человеку пользоваться своими фамилиями? Чуть морожен. Рахелио для Мексики это икона. Это то же самое, что Пугачевой запретить пользоваться. Ты знаешь, я думаю, что у этого судьи жена была тайно влюблена в Рухелио. Еще со времен он их. Вот он на нем и отыгрался. Короче, бедный Рахелио платит неизвестно за кого, неизвестно за что. Ну в общем, вот такое вот дело. Я думаю, что это дело переиграют и подадут в сумму. И я надеюсь. Ну тут у нас... Это дело так. Да, зато у нас тут обещанные фотографии молодого канелы. Вот по имени Николас. Короче, people in Spain, исполнил свою угрозу и залил патокой медом. А, этого маленького, совсем юник, канелочки. Так, да. Так, все патчетный канельчик получился. Габи позирует. Жен Карлос позирует. Маленькая дочка Ариана, маленькая дочка первого брака позирует. Все позируют, да. Тут просто и дитё позирует, бедная, в полном офигении. Говорит, ну что вы хотите? У дитя, между прочим, диатез, обрати внимание на ярко-красные щечки. Вижу, вижу, еще сюда-то как-то. Пламинеют слегка. Ну ладно, разберутся. Ну тут зато еще две парочка фоток есть пати Монтеролы. А вот это уже приятнее посмотреть. Ой, какая ля-ля на мамку похожая. Ну они вообще красавцы. Все трое. Мне не нравится ничего. Шабалденная пара из них получила. Ой, зависти беру, да? Да, люблю я эту девушку. Красивые оба. Ой, а это кто? Подожди, это Леви? Нет. А кто? Не догадывайся. Ты хочешь сказать, что вот это Иглесис? Вот это вот в профиль Иглесис? Да. Какая прелесть. Лысивичий мальчик, ну нормально. Но зато посмотри, как он себе волосики тоже пересадет. Нормально нарастил, хорошие волосики, многое. Что пересадил, что начинал. А это обезьянка? Я к тому хочу сказать, что вот у некоторых трагедии, они усеют, а у некоторых волосы можно. Это Тони Рамос? Да, это Тони Рамос. Этот обезьян, это Тони Рамос. Да, ну тебя нафиг. Не может такого быть. Когда я эту фотку увидела, я подумала, что это фото жаба. Я начала рыть. Я сказала, что нет. И потом я вспомнила, что я какой-то сериал с ним смотрела, и он там, несмотрительно. Смелся ручку. И он машечку. Он может донором быть, а волосы для всех этих лысеющих козликов. Ёпы, ресы, тээээ. На его месте зарабатывала на том, чтобы в парикмахерском продавала. Сверглопоказано кощу. Продавала. Слушай, очаровательная. Бесподобная фотография. Вот я вообще считаю, что все передачи надо заканчивать вот такими вот совершенно духоподъемными фотами. Офигеть. Ему же надо расчесываться не только на голове, но и на всем теле. Это да. Пылесосить-то мызрит. Да. А к сожалению у него эти заведутся как их. Я и говорю, противоблашивные средства. Плохие. Так, все. Все, ребята. Дальше у нас фантазия поскакала, то мы, пожалуй, прекратим. Это точно. На сегодня у нас все. Ждем вас в следующих наших программах. Спасибо. Спасибо.